Самара Самарская филармония Сетилетняя Анжелика Петрущенко говорит, даже не верится, что когда закончится режим самоизоляции, она выступит на сцене Самарской филармонии под аккомпанемент оркестра. Девочка занимается вокалом четвертый год. За это время приняла участие более чем в 30 международных и всероссийских конкурсах, где неизменно становилась лауреатом. А вот в проекте «Бессмертные песни о войне» участвуют впервые. Я очень рада, что прошла этот кастинг. Это огромный опыт и большая честь выступить с симфоническим оркестром. Буду ждать начала репетиции, конечно же, сам концерт. Второй год художественные руководители, главный дирижер Самарской филармонии, народный артист Российской Федерации Михаил Щербаков проводит проект «Бессмертные песни о войне». Принять участие в кастинге мог любой желающий. Победители, а их отбирает сам маэстро, споют песни о войне с симфоническим оркестром Самарской филармонии под его управлением. Дата концерта будет назначена, как только отменит режим самоизоляции. А пока Самарская филармония предлагает своим зрителям множество онлайн-проектов. Благодаря проекту концертной бригады Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны самарцы смогут узнать об артистах филармонии, служивших на фронте. Сохранившиеся архивные документы учреждения помогли установить имена 292 участников Великой Отечественной войны, работавших в филармонии. О культурной жизни запасной столицы расскажет проект «Работа Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны». Размах концертной деятельности Самарской филармонии в годы войны был масштабным, ведь в то время в Самаре работал цвет исполнительного искусства, прославленные артисты, Большой театр. А публику составляли тысячи людей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, руководства страны и дипломатический корпус. Михаил Александрович, ну обо всем по порядку. Более ста заявок на участие от исполнителей самых разных возрастов, с разных районов, регионов, да со всей России. Вот, конечно, масштаб взвораживает. Вот расскажите, пожалуйста, что лично для вас значит этот проект? Вы знаете, конечно, сейчас наша страна и наш народ живет в очень непростой ситуации. Карантин, и мы не можем достойно отметить вот этот великий юбилей Победы. Так получается, что мы его виртуально и будем отмечать. Ну, я думаю, что мы и не с такими трудностями справлялись. Тем более, что мы будем отмечать юбилей Победы в такой тяжелой войне. Отмечать такой великий подвиг нашего народа, что нам остается только брать с них всех пример. И вдохновляться этим подвигом. И вот, собственно, бессмертные песни о войне возникли в результате глубокого впечатления от проекта «Бессмертный полк», как вы понимаете. На меня тоже огромнейшее впечатление произвело то, что происходит у нас 9 мая. Вот эти миллионы людей, которые идут с портретами своих родных, близких, как с иконами святых. А ведь действительно они отдали жизнь за други свои, за ближнего своего, за родину свою. Поэтому в определенном смысле они святые. И это, конечно, очень впечатляет. И у меня как музыканта, естественно, возникла мысль, что ведь песен о войне в нашем народе и в нашей стране... Такое количество, что, наверное, нету такой страны больше. Нету такого народа, чтобы было так много песен о войне. И среди этих песен есть песни просто гениальные, выдающиеся по своим художественным качествам. Вот ваша любимая какая, Александр Ильич? По музыке, по поэтическому содержанию. Понимаете, вот невозможно сказать любимую песню, потому что есть много таких любимых песен. Нельзя... Это вот... Они превращаются в такую большую симфонию все эти вместе, все эти песни гениальные. Хотя есть такие песни, которые... Каждая из которых вообще по своему значимости, она может быть равна симфонии. Вот. И я подумал, что в условиях, когда так много людей на Западе, которые хотят перевернуть, так сказать, значимость нашей победы, значимость вклада Советского Союза в эту победу, Нужно как раз подчеркнуть, что у нас есть еще вот такие песни. Бессмертные песни победы. Они как продолжение бессмертного полка. Они очень... Давайте послушаем ваших конкурсантов, ну и как раз прикоснемся к прекрасному. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас головами. Темная ночь... Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Александрович, проекту «Второй год». Скажите, пожалуйста, вот стал ли он популярнее по сравнению даже с годом прошлым? В прошлом году у нас было 80 участников, в этом году уже больше 100. Но самое главное, что я, в общем, и в прошлом году, рассказывая об этом проекте, говорил о том, что хорошо, если вот в каждой школе, в каждом вузе, в каждом предприятии будут проводиться вот такие конкурсы. И вообще всем народом мы будем петь. И мы в этом году видим, что подхватывают действительно эту идею. И у нас в Самарской области, кстати, крупные, серьезные организации. Вот. И начинают петь действительно всем народом. И, собственно говоря, в этом был смысл. Самый главный. Я думаю, что это правильно. И тут очень важно, что появляются и талантливые люди, которые вообще вполне достойны из любителей, которые вполне достойны петь с симфоническим оркестром. Вот вы сейчас слушали два маленьких фрагмента. Хорошие голоса. Они поют почти на профессиональном уровне. Кстати, вы лично занимались отбором. Сложно было кому-то отказать? Ну, отказать всегда сложно. Понимаете? Но мы достаточно все-таки много пропускаем. То есть вы лояльны. Да, у нас много участников, потому что мы еще каждую песню еще по куплетам делим между разными участниками. И от этого исполнение обретает какой-то свой такой колорит, свою особенность, приобретает вот эту народность. Михаил Александрович, Самарская филармония вошла в топ-10 лучших филармоний России. Ну, во-первых, поздравления. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот какое место наша Самарская филармония занимает в этом рейтинге? Я так понимаю, что это все зависело от количества просмотров онлайн-трансляций на сайте, в социальных сетях. Вот именно по этим критериям составлен был рейтинг? Да, да, от популярности вот этих просмотров, от популярности нашего сайта и в народе. Учитывая, что вообще в России 120 филармоний, а мы вошли в десятку, ну, мы девятые, правда, в этой десятке, но я считаю, что это все равно достойное место, потому что филармоний немало. Такие филармонии, как Ростов, Воронеж, Омск, например, серьезный Тюмень, серьезные филармонии, они не попали в десятку. Вот, поэтому я очень горжусь этим и очень благодарен. У нас появились замечательные работники в этом направлении. Это начальник рекламы и маркетинга филармонии Татьяна Федотова и Юлия Шумилина, которая занимается связями с общественностью и средствами массовой информации. Вот они, собственно говоря, такой зарядили вот этот вот наш сайт и спасибо им большое. Они просто настоящие молодцы. Я их поздравляю и всю нашу филармонию и Самару поздравляю с этим достижением. Михаил Александрович, до карантинных мер, когда вы работали в обычном режиме, лично я этому свидетель, люблю филармонию, на концертах оркестра Самарской филармонии не было свободных мест. А это значит, что широкая аудитория все-таки еще любит классику. Вот скажите, пожалуйста, в том числе, вот вы считаете, такое количество просмотров онлайн, все-таки люди, не приходя в здание филармонии, приобщаются к искусству, смотрят вас, слушают, поддерживают. На уж сколько ставят лайков, это, конечно... Ну, тут я не могу не поблагодарить телекомпанию Самарагис, потому что вы внесли огромный вклад вот в это отношение, в эту любовь самарцев к классической музыке. Потому что в Самаре ГИС уникальный проект «Живая музыка» и там, где у нас уже записано 30 программ. И мы видим, что интерес у публики, понимаете, интерес возникает тогда, когда появляется какое-то знание, какой-то опыт, какой-то опыт слушания музыки. Вот. И ко мне многое подходило слушателей, которые после концертов симфонического оркестра говорили, что вот я никогда не был, а оказывается, это очень здорово. Это великая музыка. Она очень много дает для сердца души и поддерживает в жизни. — Михаил Александрович, расскажите, пожалуйста, чем заняты артисты на самоизоляции? Вот у нас есть интересное видео. Я сейчас попрошу его показать, но вы прокомментируйте, пожалуйста. Как вы общаетесь с артистами на удаленке? Ну, вы знаете, артисты, музыканты, они со своими инструментами не расстаются и в условиях таких сложных карантина. Они берут инструменты домой и занимаются, совершенствуются, оттачивают свое профессиональное мастерство. А вот иногда и так, в такой онлайн-вариант из совместного исполнения, который вы сейчас видите. — Хорошо. Продолжим к теме, посвященной 75-летию Победы. Над какими еще интересными проектами работаете? Расскажите, пожалуйста. — Ну, вы знаете, вот я вам рассказал о двух наших замечательных девушках, Юлии Шумилиной и Татьяне Федотовой, которые воплотили в жизнь на сайте филармонии такие проекты, как концертные бригады Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны. Это очень интересно, потому что было 13 бригад, и они ездили по госпиталям, они ездили по предприятиям, они давали концерты практически каждый день. И симфонический оркестр играл в кинотеатре перед каждым сеансом по полчаса. Такие достаточно хорошие были программы классической музыки, вот. А бригады, естественно, что они как-то вдохновляли бойцов, которые тут проходили лечение, вот. Но и в то же время они и играли перед дипломатическим корпусом, который приехал в Самару. Здесь ведь Самара была, Куйбышев был запасной столицей СССР, и сюда было переведено правительство и весь дипломатический корпус. Но, кроме того, в эвакуации находились большой театр, и выдающиеся музыканты, солисты приехали сюда, дирижеры. И они тоже, они давали спектакли, концерты. Поэтому жизнь культурная была очень насыщенной. Я уже не говорю о том, что здесь произошло уникальное событие, премьера мировая 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Который приехал, у него было три части написано. Четвертую часть он уже писал в Куйбышеве, в Самаре. И 5 марта 1942 года эта симфония была исполнена в здании оперного театра, оркестром оперного театра, Большого театра СССР. Но в этом оркестре сидели и артисты нашего симфонического оркестра уже. Мы этим очень гордимся. И этим гордится, по-моему, вся Самара. Потому что эта симфония, это уникальное явление в симфонической музыке. Как сказал наш земляк Алексей Толстой, Шостакович прильнул ухом к сердцу России и сыграл песнь «Торжества и победы». Вот это такие слова, которые, наверное, точно выражают это уникальное явление. И мы готовим это. Мы уже, собственно, подготовили. Мы не знали, что будет карантин. Мы подготовили и уже концерт «Бессмертные песни о войне», и подготовили седьмую симфонию Шостаковича для исполнения в праздничные дни. Но, к сожалению, видите... Ну, я... Давайте мыслить будем более позитивно. Я думаю, что все обязательно будет и сбудется. Все, что вы себе запланировали. Мы тоже надеемся на то, что если это и сдвинется, то сдвинется весь комплекс этих мероприятий, и мы сможем исполнить задуманное для наших слушателей. Будет очень насыщенная программа, Михаил Александрович. Вот переходя все-таки к юбилейным датам, вот этот год, 2020, для вас юбилейный вдвойне. 80 лет Самарской филармонии и ваш личный юбилей. 70 лет, вот возраст все-таки подведения итогов, либо какой-то поворотный пункт для дальнейшего творческого развития. Я не знаю, насколько поворотный пункт, но во всяком случае, конечно, можно так подвести какие-то итоги, вот, и наметить цели на будущее. Сколько даст Бог работать, так сказать, на благо нашего родного города. И, ну, это, понимаете, так сложилось, что все юбилеи филармонии и мои, они вот идут рядом. Так это началось. Я приехал в 91-м году, и у меня было, мне было 40 лет, а филармонии 50. И вот я уже 30-й год. Я бесконечно признателен нашей публике Самарской, что вот уже почти 30 лет на мои концерты приходят, приходят, покупают билеты. И я надеюсь на то, что следующий сезон будет благополучным, и публика опять придет на мои концерты, и не только на мои, конечно, на концерты филармонии, и будет получать удовольствие и вдохновение, стимул к дальнейшему движению вперед. — Михаил Александрович, а вот как вы объясняете музыкантам свою концепцию исполнения произведения? Ведь, ну, она у вас очень интересна. Я могу себе позволить сказать это слово уникально? — Спасибо за такое. Это можно считать для любого музыканта, это можно считать комплиментом. Вы знаете, пути к сердцу музыкантов, потому что дирижер сначала должен к сердцам музыкантов обратиться, а уже потом с их помощью к сердцам слушателей. Это проходит, понимаете, прежде всего, оно основано, конечно, на знаниях, на опыте, на глубоком изучении музыкального материала, и исторические все события, которые сопутствуют написанию тех или иных произведений, биографии композиторов, все имеет значение в том, как ты видишь смыслы, которые заложены в музыке. А уже на репетициях тут добиваешься самыми разными путями. Конечно, дирижер, любой дирижер, он, прежде всего, должен суметь продирижировать то, что он хочет сказать, руками показать то, что у него на сердце, и понимание этого сочинения. Ну, а уже если что-то более сложное, то тогда я останавливаю оркестр и объясняю, и привожу какие-то примеры из жизни, из истории, из литературных произведений, которые могли бы прокомментировать мое видение этой музыки. И очень часто я вижу в глазах музыкантов, как они отдают должное того, что я им приоткрыл какую-то завесу в сочинении и представил эту уже знакомую музыку в каком-то новом, более интересном ключе. То есть если после каждой репетиции ваши музыканты узнали что-то новое для себя, что-то почерпнули, научились чему-то, значит, репетиция прошла не зря, правильно я понимаю вас. Ну, конечно, да. Михаил Александрович, вот не могу не спросить вас, какая все-таки запланирована работа, какие сюрпризы ждут самарскую, российскую, мировую публику вот в ближайшее время. Что у вас записано в планинге, какие планы на будущее? Ну, вы знаете, у нас сейчас уже идет продажа абонементов на весь следующий сезон. Хотя мы, к сожалению, еще... Так же онлайн, да. К сожалению, так же онлайн. К сожалению, мы еще не отдали наши долги по этому сезону. И нам предстоит очень сложный период, когда мы должны будем сыграть концерты еще, которые мы не отдали в этом сезоне. Необычное время. Мы все время переносим эти концерты. Вот публика, я знаю, ждет выступления с оркестром Николая Луганского, выдающегося великого нашего музыканта, нашего большого друга. Который приезжает достаточно часто. А мы уже три раза получилось переносили его концерты. Сначала это было по другим причинам, а в конце концов грянул коронавирус. Кроме этого, у нас открытие наших абонементов должно произойти 19 сентября. А 21 сентября мы уже должны играть в Большом зале Московской консерватории. Это Мекка музыкальная России. Это самый легендарный зал. И мы должны там играть. Тот же самый концерт, ту же самую программу, которую 19 сентября исполним здесь, в Самаре. С тоже нашим выдающимся пианистом Александром Гиндиным, который начинал свои поездки в Самару, как и Денис Мацуев в 93-94 годах, в совсем еще юном возрасте. Саша Гиндиным с нами, он с большим всегда с благодарностью вспоминает о том, что он все свои премьеры сначала обыгрывал с нами в Самаре, а потом уже в Москве и в других городах. Но я так думаю, что вы и ваша команда профессионалов обязательно сделает выполнить свои обязательства прежде всего для жителей, для ваших зрителей, для поклонников. И обязательно все концерты состоятся. Михаил Александрович, ну вот все-таки завершая наш с вами разговор и возвращаясь к главному празднику, главной теме этого года, 75-летию Победы, знаете, прежде чем мы с вами простимся, я предоставлю вам заключительное слово. Все-таки предлагаю послушать в заключении нашей программы вот именно знаковые военные песни. Но сейчас вы можете обратиться к нашим телезрителям с пожеланием, ну и с приглашением, конечно, посетить обязательно Самарскую филармонию, которая в этом году исполняется 80 лет. Дорогие наши зрители, слушатели, все земляки, все самарцы, музыканты Самары, и я с ними, ваш покорный слуга, конечно, прежде всего желаю в эти дни вам здоровья. Берегите себя. И чтобы вас не оставлял оптимизм, вера в будущее, приходите к нам на сайт филармонии, потому что в праздничные дни будем показывать и песни военных лет, и седьмую симфонию Шостаковича обязательно покажем. И приходите к нам на наш сайт и покупайте наши абонементы с тем, чтобы в следующем сезоне также мы с вами встречались, и мы постараемся вас радовать замечательными концертами с выдающимися музыкантами современности. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, рассмотрели программу «Город Эсс». Ну и предлагаю еще послушать несколько военных песен. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Город Эсс» «Город Эсс» Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин